Продолжение следует... Даже назвал пулемет в честь жены. Итак, отец пятерых детей отправился на фронт. Погиб вдова погибшего на СВО отца пятерых детей из шахт. Рассказала, что узнала о муже после его гибели. И он стал примером для сослуживцев. Ну что же, очень хороший пример. А в Белгороде устроили крестный ход от авиаударов. Авиабомб, которые сбрасываются с российских же самолетов. Слушайте два предыдущих ролика мои на эту тему. Итак, поможет ли Бог вам, белгородцы, которые шли? Я не знаю, как можно верить в то, что невозможно верить. Но они идут все в золотых балахонах впереди. Люди, которые ничем не могут помочь тому народу, который шагает сзади них. Крупный пожар произошел на заводе «Электроолит» в подмосковном городе Хатьково. Предприятие – крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция – изоляционные материалы. И у нас сегодня горит Уралмаш. И только ли Уралмаш? The Washington Post сегодня передает. Главная позиция партии Турции одержала оглушительную победу на воскресных выборах в местные органы власти, нанеся президенту Раджепу Таипу Эрдогану тяжелейшее поражение в борьбе, которое обнажило недовольство избирателей по поводу глубокого и изнурительного экономического кризиса. А вы в Турцию ездите и считаете, что там хорошо живут люди. А вот российские СМИ пишут, что глубокий и изнурительный кризис. И поэтому это ударило по Эрдогану. Вот если там кризис, то у вас что, друзья? А в Турции тяжелейший кризис. Но туда все стремятся уехать и хотя бы там переждать. Это нестабильное время, чтобы ты жил в эпоху перемен, как говорит китайская пословица. И еще небольшое сообщение. Однокурсница Путина стала единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда. Ну, друзья, кто бы сомневался, это так сейчас все и делается. А кого он еще поставит? Должен быть свой человек, в доску свой. Поэтому однокурсница Путина, она уже точно за него глотку порвет. Она точно выполнит все, как он говорит. И сомневаться в этом даже не стоит. Поэтому то, что назначили ее, Путин назначил того, кого он захотел. Итак, сегодня у нас по новостям. Роснефть возобновила программу обратного выкупа акций объемом не более 102 тысячи 6 миллиардов рублей. Американский фондовый рынок сегодня взлетел. Глава Харькова заявил о разрушении почти всех критических энергообъектов города. Золото обновил исторический максимум после данных РСЕ США. В России решили создать отвечающее за межнациональную и миграционную политику ведомство. Индекс доллара и котировки валют G20 Центральной Северной Европы на 15.30 МСК взлетают. Мосбиржа с 15 мая включает акции Яндекса. Ну, Яндекс, вы знаете, хотели его сливать. Однако же будут включены акции Яндекса в список допущенных к торгам. Договорились, подобрали под себя. Иран предупреждал Москву об атаке исламистов перед терактом в Крокус. Но заявление, да, заявление вроде бы простое. И о чем оно говорит? Вот всего одна строчка, одно предложение, одна строчка. Иран предупреждал Москву об атаке исламистов перед терактом в Крокус. Первое, что хочу сказать. Иран – это полностью российское государство под российской дланью, под российскими силовиками. Иран изначально, когда Персию разоряли, он отошел нашим спецслужбам российским. Об этом никто вам не говорит, да, конечно. Ну, а кто вам будет говорить, друзья, что это еще Сталин? Это его проект. Иран он оставил под себя. И это было, друзья, во время войны, как вы знаете, Второй мировой. Тогда карта мира перекраивалась лихо. И каждый из наследников ротшильдовского племени брал себе по той стране, на которую он хотел претендовать. Поэтому Иран – полностью наше государство. Хотя вроде бы, да, вот оно там на Ближнем Востоке. Но и Израиль организовывал Сталин, как вы знаете, да, подписывал и ходатайствовал Сталин об Израиле. Тогда что, Иран и Израиль, получается, это братья-побратимы? Однако же, внешне это так не выглядит. Итак, вернемся к этой единственной строчке, которая говорит. Иран предупреждал Москву об атаке исламистов перед терактом в Крокус. Но первое здесь, конечно, большой минус в том, что он предупреждал Москву. Но Москва не прореагировала. А Путин более того сказал, что это провокации против России. Так он оценивает ту ситуацию, в которой были сделаны предупреждения из Соединенных Штатов и из Ирана. Может быть, еще кто-то предупреждал. Но основа здесь в другом, друзья. В этой строчке основа другая. Что он предупреждал перед терактом в Крокус-Сити, терактом исламистов. То есть сегодня все эти точки-точки запятые, азбука Морзе, вся переводится на исламистов. Не на спецслужбы какие-то, не на суперподготовленных военных, которые участвовали в захвате Крокус-Сити. А именно на обычных исламистов. Вот что не говори, обычные исламисты. С кого ты будешь спрашивать? Ну, не с кого, конечно. Ведь если вы не обратили внимания, то с самого начала все свалили на ИГИЛ. Потом замолчали об этом. А теперь снова, видите, Иран дает подтверждение. Иран делает то, что скажет Москва. Поэтому говорить о том, что это так, я не знаю, насколько это возможно, друзья. Итак, если вы помните, в подмосковном МЧС начались проверки. Следователи начали изучать документы, изъятые в подмосковном главке МЧС по делу о теракте в подмосковном Крокусе. В это время в Дагестане задержали боевиков, которые снабжали деньгами террористов, атаковавших Крокус. Что-то здесь очень много. И Таджикистан, и Иран, и ГИЛ, да, теперь уже и Дагестан. Что же творится? Может быть, весь, да, мусульманский Кавказ и Азия, и азиатские страны стали против Москвы этим терактом. Я думаю, что это надуманное явление. Надуманное со стороны спецслужбы. Вы выскажите свое мнение, как вы думаете. Операция по поиску 13 горняков, оказавшихся 18 марта под завалом на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращена. 13 горняков, обращаю на цифры, внимание, обратите. 13 горняков под землей, 13, цифра 13, под землей, оказавшихся 18 марта под завалом в ночь с 17 на 18 особый день, день опасности, кровавой опасности с 17 на 18. В этот день, 18 марта, рано утром 2018 года, открыли тестамент, который передал власть правления официально в руки Поднебесной. То есть, Поднебесной императору Поднебесной передали на следующие 100 лет власть. Не важно, кто будет этим императором. Важно, что императору Поднебесной дракон вошел в свои права. И поэтому 18 марта обязательно должно было отметиться чем-то особенным. Так вот, 13 горняков, оказавшихся 18 марта под завалом на руднике «Пионер» в Амурской области. Задержаны двое сотрудников Ростехнадзора. Но найдут стрелочников обязательно, это как водится, друзья. Власти Курской области сообщили о массированной ДЗОС-атаке на интернет-ресурсы региона. Управление ФСБ по Ростовской области сообщило о задержании мужчины, вступившего в террористическую организацию и заявившего о готовности совершить теракт. В ряде московских вузов и торговых центров эвакуировали людей из-за ложных сообщений о минировании. Взрыв прогремел в Чайхане, в Воронеже, в Екатеринбурге. Крупный пожар произошел в цехе на территории Уралмашзавода. Оперативники устроили выемку документов в Управлении Федеральной налоговой службы по Дагестану. Северсталь останавливает крупнейшую доминую печь Череповецкого металлургического комбината на капремонт. Вуаля, все, все, металла не будет. Это не связано с атакой беспилотников. Россияне, знаете, вот эти все приписки, как на варе шапка горит, да? Россияне со 2 апреля могут оформить шенгенские визы в болгарских визовых центрах 23 городов России. Глава управления МЧС по Ростовской области угнал пожарный автомобиль. Генерал, начальник полицейского главка Свердловской области анонсировал новое задержание мэра. Почти 500 жилых домов и 2,2 тысячи приусадебных участков находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 25 регионов России. 25 регионов России подтоплено. Что же у нас происходит? А в это время следственный департамент МВД установил лиц, которые похитили, ну, можно сказать, 1,7 миллиарда рублей у Роснано. Окончательные обвинения в присвоении средств. Часть 4 статьи 106 УК предъявлены бывшему зампреду правления компании Олегу Киселеву, экс-гендиректору Роснано Капитал Ирине Рапопорт и экс-президенту Банка Пересвет Александру Швецу. Все они проходят по делу бывшего члена Совета директоров кипрской дочки Роснано «Наноэнергофанд Лимитед» Олега Дьяченко. Олег Дьяченко, ну, возможно, это имеет отношение к Тане Дьяченко, дочери Ельцина. Ему предъявили аналогичное обвинение еще в 2022 году. В настоящее время Дьяченко находится под домашним арестом в России. Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Остальные фигуранты скрываются за рубежом. Их собираются объявить в международный розыск с целью экстрадиции. Друзья, если ты член семьи Ельцина, то, конечно, ты не будешь даже в минуты чрезвычайные бежать из страны России. Это та страна, которая тебя кормит. Поэтому он был совершенно спокоен, никуда не сбегал. А здесь, видите, ну, я не утверждаю, что это член семьи. Ну, судя просто по поведению и по выводам, которые можно здесь делать. Для вывода средств из Роснана в 2012-2015 годах использовалась сложная схема с участием ряда подконтрольных компаний, в числе которых Инфотех, Сармат, РВТ, Гидроэнерготех, УИД, ну, много еще других компаний. Пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ох уж этот Хинштейн, он будет человек номер один в нашей Государственной Думе. Все старички и все титаны ушли из Госдумы. Они все уже за границей. А Александр Хинштейн, как самый молодой, будет нарабатывать свои позиции титана нового в Государственной Думе. Но при всем этом следствие не смогло выявить человека, который управлял преступной группировкой. Организатором хищения названо неустановленное лицо из числа руководителей Роснана. После отъезда из России бывшего главы Роснана Анатолия Чубайса, сменивший его на посту Сергей Куликов, попросил генпрокурора проверить работу компании в 2010-2020 годах. Куликов фактически обвинил Чубайса в махинации с отчетностью, отметив, что ущерб от его действий мог составить 28 миллиардов рублей. То есть лицо неизвестное, но выявилось это в процессе проверки работы после ухода Анатолия Чубайса. Ну, на кого стрелки будем переводить? На кого будем показывать? Кого судить, друзья? Люди неприкасаемые, поэтому бесполезно что-либо говорить. Впоследствии на скамье подсудимых оказались шесть топ-менеджеров корпорации. Среди них директор, управляющий компанией Роснана Наиль Губаев. Обвиняемый в хищении 179 миллионов рублей. По версии следствия, он забрал себе наличные деньги испанской компании «Талис Испана», хотя суд Швейцарии признал, что они должны быть переданы Элвис Неотек в управлении Роснана за ее продукцию. Губаев обманул менеджмент Элвис Неотек, сообщив, что суд отказал в иске. Да, такие наивные, веточками прикинули все наивные. Вроде как в России это не могут проверить, не могут дать запрос и прочее. Но на самом деле, как раз прямо противоположное решение было. Ранее было заведено дело против бывшего главы Роснана Леонида Меломеда, финансового директора компании Святослава Панурова и директора Андрея Малышева. Их обвиняли в растрате 220 миллионов рублей. Поводом послужил контракт, который корпорация заключила с компанией Меломед Алимарт. В итоге Следственный комитет прекратил дело, Малышев скрылся за границей, но вы хотели. То есть будут судить и преследовать многих, но только не главу корпорации Анатолия Чубайса, который совершенно спокойно живет себе за рубежом. Никто его нигде не преследует, и он не считается иноагентом, он не считается врагом государства. Ну что же, сегодня 1 апреля 2024 года, я Таня Карацуба-Сиидбургхан.